Поддержка программы Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. 13.07 в Кирове. Начинается программа «Хотела сказать особое мнение», но это не особое мнение. Сегодня, вопреки обыкновению, это интервью. Интервью не с одним гостем, а сразу с двумя гостями, которые уже в нашей студии. Антонио Джеуза, доктор философии, эксперт в области искусства новых технологий, исследователь российского видеоарта. Добрый день. И Дарья Ткачева, начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства и руководитель проекта «Город в движении». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как слушатели могут догадаться, мы, конечно, про «Город в движении» будем говорить. Сегодня очередное мероприятие проекта. В 7, по-моему, часов вечера. Совершенно верно. В корпусе инженериума Вятского госуниверситета. Это на улице Преображенской. 41. 41. Будет лекция нашего гостя Антонио. Моя, моя, да. Да, Антонио. Антонио приехал буквально, ну, час, наверное, полтора назад в наш город. Вы в первый раз в Кирове? В первый раз в Кирове. Я хотела пошутить, что вообще сейчас не лучшее время для посещения иностранцам нашего города, но вы, я так понимаю, в России живете уже долгое время, и, наверное, привыкли к весенней распутице. Да, оттепел. Да, 14 лет уже живу в России, в Москве. Ну, солнце сегодня, что вы говорите. Прекрасный день. Ну, хороший день, прекрасная погода, но, конечно, Киров менее благоустроенный город, чем Москва, и, может, непривычного человека немножко так в такое состояние странное ввести, но я думаю, что в нашем городе больше хорошего, чем плохого, как и в любом, наверное, российском городе, поэтому вы останетесь довольны поездкой к нам. Я напоминаю, что на нашем сайте можно по-прежнему задавать вопросы гостям через форму анонсов. afahakirova.ru, пожалуйста, заходите, если что-то интересует по ходу эфира, говорите, мы следим и будем задавать вопросы. Ну, поскольку мы сегодня говорим о видеоарте, наверное, надо нашим слушателям рассказать, что это, и такое ли вот это далекое явление от обычного человека. То есть люди думают, что вот видеоарт – это что-то вот такое, вот очень прямо где-то вот там в сверхискусство далеких, а в обычной жизни мы с этим не сталкиваемся. Это так или не так? Боюсь, что и так, и не так. Так, расшифруйте. Смотрите, видеоарт имеет свои корни исторические. Это всё началось 50 копейками лет назад, когда появились первые видеокамеры. Это совершенно новые. То есть, разумеется, инструменты – это не является искусством. То есть новый инструмент – это значит, что это новые формы искусства. Но когда появились видеокамеры, то есть это тогда ещё аналог, это магнитная лента, появились новые возможности для художников. Объясняю. Смотрите, для художников всегда была такая большая мечта показать в помещении искусства в настоящее время. Ну что, какие у них были возможности? Зеркало толка или какая-то форма перформанс, театр. И достаточно подключить видеокамеру к телевизору, и вы видите здесь и сейчас. То есть кино и фотография, как известно, пахнет смертью, потому что это всё-таки знак прошлого. Пахнет смертью я не говорю, как это плохо, разумеется. Но это всё-таки знак прошлого. А видео дал художникам, возможно, показать на стоящее время. Сегодня достаточно включить мобильный телефон, ставить в режиме не фото, а в режиме видео. И вы видите здесь и сейчас. Вот эта энергия здесь и сейчас, особенно вторая половина 60-х, когда появились первые камеры, это всё, что искусство требовало. Это новые формы искусства. Это новые движения. Мы идём вперёд. За плечой ужасная травма, война. То есть другие люди тоже другие. Люди уже пережили очень много. И очень важно новые формы искусства, где ты чувствуешь своё участие. В этот момент появились и мои видеокамеры. Смотри, портативные инструменты. Ты можешь всё сам. Не нужны большие деньги, чтобы делать твои рабочие, чтобы снимать. Ты независимо от этой системы, там, рынка, кураторов, галереи. У тебя есть твоя маленькая машина, ты можешь сам снимать. То есть исторически возможно снимать, возможно всё делать сам и не стоит дорого. Кино ужасно дорого, мы знаем до сих пор. И, как оказалось, в наше время это было именно для художника очень важно. Поэтому мы это принимаем как реально новые формы в искусстве. Но это не идёт отдельно. Это не какой-то сфер в зоопарке. Это часть самимного искусства. То есть это внутри этого движения. Остаётся вопрос, как далеко от людей. Но искусство, живопись, график, неважно. Делают только художники. Поэтому это, да, любой человек может взять кисточку или карандаш и что-то нарисовать. Любой человек может нажать на кнопку «рек» и что-то снимать. Но искусство получается только от художника. Поэтому далеко в смысле, что если человек не художник, это надо всё-таки... Я даже не знаю, как определить художника, как можно определить художника. Это какой-то дар, скорее всего, от Бога или от кого-то. То есть это уже что-то, которое есть внутри человека. И тогда он делает искусство. Уже неважно, есть ли это живопись, скульптура или видеоарта. Поэтому далеко от человека в смысле, что я не художник, я не могу создавать видеоарта. Но я теоретик, я искусствовед, куратор. Я могу оценить, я могу только... То есть более-менее... Вот вопрос. Чем всё-таки видеоарты и произведения в жанре видеоарта отличаются от обычного информационного ролика или сюжета, снятого на ту же самую камеру? Время. Время? Время – это как... Смотрите, в видеоарте, когда я говорю время, конечно, любой человек может снимать видео. Это тоже время. Но это как ты живёшь, когда ты смотришь, как человек-средитель смотрит. По-большому, что давайте только можно так определить. Когда работа задаёт вопросы и составит тебя думать, это и есть искусство. Вот в этом есть сила искусства. То, что ты работаешь не пассивно, а активно. Ты смотришь, думаешь. Вот это отличие даже от кино. Представь себе, большой зал, да, в тёмноте. А вы плакали. Вы внутри истории. Так устроено кино, да? Вы рады, что вы тратили эти деньги за билет, плюс купили шипкорн или начус. Вот. Видеоарт прилагает расстояние. То есть ты чувствуешь твоё присутствие, когда ты смотришь. Поэтому любой, простой человек, когда снимает что-то на видео, скорее всего, нет искусства внутри. Есть какой-то документ, хум-видео или что-то. Просто фиксация. Просто фиксация или какое-то что-то, которое всё-таки не оживляет, пока человек смотрит. Понимаете? Любой человек смотрит. Это то, что ты начинаешь именно думать о сообщениях, которые есть внутри работы. Поэтому это важно, что это художники. То есть ты считаешь, смыслы какие-то, да? А без этого нет искусства. Внутри. Антонио Джеуза и Дарья Ткачёва в нашей студии. Мы сделаем небольшую паузу, буквально полминуты, и мы снова в студии. Продолжаем интервью с нашими гостями. Дарья Ткачёва, начальником регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства, руководителем проекта «Город в движении», и Антонио Джеуза, доктором философии, экспертом в области искусства, новых технологий, исследователем российского видеоарта. Но мы вот здесь в перерыве. Продолжили разговор о том, чем видеоарт отличается от просто видеоролика или видеоклипа. И Дарья говорит, что дело ещё в задаче. Задача, которую ставит перед собой создатель того или иного произведения. Да, совершенно верно. Потому что на самом деле современное искусство, оно не существует в отрыве от общества, от обычной жизни. И очень часто бывают ситуации, когда известный видеохудожник может снимать какой-то коммерческий контент или видеоработу для какой-то группы музыкальной. И вот, получается, чем отличается работа этого же человека, как видеоработа его произведения художественные, от, например, видеоклипа для какой-то группы. Вот это задача. То есть какая задача стояла перед этим художником, когда он создавал свою работу. Если это видеоклип, то впереди всё равно идёт контент той группы, то есть та песня, тот смысл, который заложен был именно в этом творчестве. И видеоклип играет, скорее, роль такую иллюстративную. То есть он не выступает как самостоятельное. Сопровождает. Да. Если же стоит задача именно создания собственного высказывания художественного, то есть вот это уже делает видеоработу именно произведением видеоарта, как самостоятельное художественное произведение визуального искусства. Вот. И у меня вот такой вопрос очень любопытный на самом деле. Вот как бы считать художником? Потому что современное искусство там в лице Йозефа Бойса и Энди Уорхола много раз пытались говорить, что вот каждый может быть художником. Любой человек имеет право на 15 минут славы, и каждый человек может быть художником. Да ладно, говорилось даже про Малевича. Мы же тоже можем нарисовать чёрный квадрат, правда? Нет, мы не можем. Да, это немножко другое. Это немножко другое. То, что я имела в виду Малевич, это другое. А имеется в виду, что это может быть совсем до конца правильно, но, в принципе, обладая пониманием, видением, имея определённую насмотренность, чётко изглаза и так далее, по большому счёту специального какого-то образования художественного, для создания видеоарта. Я не знаю, есть ли оно вообще. Где-то учат Антонио этим вещам? Или это всё-таки человек в процессе работы и опытом набирает? Нет, конечно, можно учиться. Знание — это очень многое значит, потому что ты всё-таки делаешь работу внутри контекста минного искусства. Это очень важно. Искусство вне искусства не бывает. Это очень важный момент. И художник, конечно, сознательно делает. И чем больше художники знают об искусстве, смотрите, я тоже, когда моим студентам всегда говорю, смотрите, у вас есть новая работа, видео или скульптура или что-то, но особенно видео. Окей, представьте себе на выставке, кто ваш идеальный сосед? То есть это очень важный момент. Идеальный сосед по размещению работа вашей. Да-да-да, то есть, может быть, от Шагала до Малевича или их друг художника. То есть мне очень важно понять диалог, как они видят диалог с другими просветлениями искусства. Искусство, видеоарты только развивается, то, что было уже, начиная с пещеря, очень давно. Очень давно. Искусство — это одно. Это просто развитие этого. И считать, что новая форма искусства, как видеоарта или даже цифровое искусство сегодня отдельно от живописи, от даже традиционной формы живописи, это неправильно. Потому что знание историческим, я имею в виду, форма искусства очень помогает тебе развивать как художник и делать видеоработки. То есть очень важно знание, контекст, образование в этом смысле важно. Другое дело, что у них всегда есть возможность у художника учиться в институции, которые преподаются именно в искусстве. То есть знание может быть даже. Сегодня даже интернет очень хороший ресурс. Но это обязательно надо. То есть если соснательно не делает внутри этого процесса, вряд ли это искусство. Может быть, какая любопытная работа. Вот это в этом смысле не коммерция. Самое искусство — это не коммерческое дело. Рынок — это второй, третий или четвёртый этап. Но не в начале. То есть если художник делает работу, потому что хочет продавать эту работу, это уже не искусство. Простите, пожалуйста. Художник — это искусство, поскольку по-другому жить не может, в том числе видео. Потом можно продавать эту работу. Это очень интересно. А как же он жить-то должен тогда, если он... Потом. Потом, конечно, есть галеристы, есть другие механизмы, чтобы продавать. Но в первоначале он не сделал, чтобы это продавать. Даже мысли в голове... Ну, это вопрос задачи. То есть какая ставится задача? То есть если начальная задача, чтобы это продать, чтобы это был контент, который был востребован, то есть это ориентация на какой-то спрос, то задача уже стоит не художественная у художника. Он уже создаёт некий ремесленный продукт, для декоративный, для продажи. А возбраняется делать и то, и то одновременно? Могут. То есть какие-то вещи делать для искусства, а какие-то деньги делать для заработка? Обязательно. А как вы говорили, надо как-нибудь кормить себя, семью и жить. Действительно, но художники знают, где граница. Очень любопитно смотреть на художников, которые приходят к тебе, когда есть какой-то проект, как куратор. И я всегда ценю тех, которые показывают только их работы, и когда, особенно молодой, а я ещё как дизайн это делаю, чтобы показать, что он умеет работать с фотошопом или другим. Мне это совершенно неинтересно, действительно. То есть нет ни умения работать с технологией. Поймите меня правильно. Я не говорю, что дизайн это ниже или выше. Это совершенно другие сферы. Это тоже искусство, как музыкальный клип. Это тоже искусство. Но это другое, чем современное искусство. И надо оценить параметры, которые нужны, чтобы определить качество этих работ. В этом смысле здесь профессионализм тоже важен. Поэтому, да, художник знает, какие работы именно, можно сказать, искренне сделаны. От души. Знаете, есть очень интересные примеры художника, которые даже работают в Голливуде, то есть даже снимают, даже кино. Кассовое, коммерческое кино. И делают ещё работы для помещения самим искусства. Но они их разделяют. Даже их это бизнес, это арт. В этом есть. Но если человек всё начинает мешать, как один салат, тогда это уже, просите, пожалуйста, уже не сильный художник. Винегрет в России. В России есть такой салат винегрет. Много уксуса, да. Антонио, ещё такой вопрос. Скажите, вот если всё-таки мы от искусства немножечко как бы приземлимся, да, вот к нашей обычной жизни, предметом исследований видеоарта, может быть, что? Какая должна быть тема? Понятно, что художник сам определяет. Может быть, ли это работа на тему экологии? Может ли быть, это работа на тему политики? На тему сиротства, например? Ну, какие-то такие болезненные, да, темы достаточно. Это может быть? Или вот что-то это всё-таки отвлечённое? Искусство – это часть нашей жизни. Вы понимаете, это всё, что есть вокруг нас, и это тоже из-за этого художник может делать искусство. Не решай мы, решай мы художника. Важно, что эта тема для художника была важна, необъходима. Об этом говорит. Экология. Художник для него, для неё – это очень важная тема. Тогда работа будет искренняя. О феминизме можно говорить, о политике можно говорить. О религии? О религии, если художник хочет. Почему нет? Можно ли выставлять уже другую проблему? Особенно в России. Проблема. Но это, что говорит… То есть художник, например, свободный, да, разумеется. Говорит, о чём он или она хочет. Хочет – это его, её жизнь. Действительно, здесь нет ограничений с тематики. Но есть несколько вещей, которые получаются потом банальны, более интересны, менее интересны. Как это сделано? Разумеется, это тоже недостаточно. А я художник, поэтому я всё могу делать. Давайте покажите эти работы, и потом обсудим. И здесь у Дарьи тоже есть очень большой опыт, тоже работать в территории. И иногда есть ощущение, что, поскольку это просто делать, да, нажать на кнопку, да, любой человек может стать художником. Но ведь там ещё монтировать нужно. Ну, не обязательно могут быть без… Хоум-видео, да, особенно в отечественном нашем видеоарте, да, в 90-е годы, когда у художников не было возможности делать всё это качественно, вот эта эстетика хоум-видео, отражающей камеры в руках, она была такой… Она была как эстетика. А сейчас-то сохранилась или всё-таки сейчас качество стало более таким стандартизированным? Я думаю, сейчас появилось больше возможностей, наверное, варьировать. То есть если ты хочешь, чтобы… То есть если работа требует хорошего качества, ты можешь сделать её в хорошем качестве. Если работа требует такого немножко воеристского подсматривания, вот этой дрожащей камеры, там низкое разрешение, то есть это играет на образ, на эту работу, если это нужно для этой работы, чтобы донести какой-то месседж, сообщение от художника, то это может быть вот так. Сейчас огромное количество возможностей технологических, и мы в нашем проекте, когда у нас была лаборатория, мы разбираем возможности видео, то мы говорили, мы не требовали ни от кого ни каких-то первоначальных навыков, опыта работы с видео или наличия какой-то аппаратуры. То есть вот есть какой телефон, он как-то снимает, используйте эти возможности. То есть даже можно сделать это так, что это низкое качество будет играть в пользу работы. То есть тоже будет одной из составляющих именно художественного смысла, да? Да, конечно. Мы сейчас говорим про участников проекта «Город в движении», я так понимаю, да? То есть сегодняшняя лекция Антонио, она предназначена для всех желающих, может подойти любой человек, которому интересен видеоарт, послушать, задать свои вопросы. А завтра у вас будет разбор работ участников, я так понимаю, да? Да, завтра у нас встреча с участниками лаборатории. Действительно, наш проект, он имеет такое два измерения. То есть, с одной стороны, это лабораторная работа с теми, кто хочет попробовать себя как бы в практике, они освоят новый инструмент такой, как видеотанец. Мы работаем с этим инструментом, с таким жанром видеоарта уже. И, с другой стороны, это просветительская программа, которая направлена в том числе и на широкую публику, на всех любопытствующих, кто, может быть, ещё не готов, как бы практически как-то участвовать, но интересуется. И в этом направлении наша задача показать и дать возможность увидеть, узнать более широкий контекст вот такого явления, как видеотанец. Мы включаем сюда и видеоарт вообще, как жанр современного медиа и искусства, и работу художников в городской среде, о чём мы говорили с нашим предыдущим гостем с Артёмом Филатовым, и вообще хореографии, современный танец, и перформанс. То есть много-много различных граней того контекста культуры и искусства, в котором мы работаем с нашими участниками в лаборатории. Сюда же входит ещё и мой авторский курс лекций по истории пабликарта, по общей истории взаимодействия искусства и художника городской среды. И наша задача познакомить, дать возможность увидеть эти инструменты, научиться ими как-то пользоваться, получить какое-то вдохновение, какие-то новые идеи для своих работ. То есть если кто-то заинтересуется на наших открытых лекциях, всегда вот мы есть в доступе в социальных сетях, можно написать и присоединиться в том числе и к работе лабораторий. То есть это возможно. Даже сейчас? В принципе, я думаю, что да, у нас впереди ещё как минимум две лаборатории. Я думаю, что наверстать можно. Хотя вот даже первая лаборатория, которая прошла в феврале, она даже из наших самих оргазаторов удивила, что то, какие работы сделали наши участники. То есть у нас уже есть парочка почти готовых работ, которые мы скоро, наверное, опубликуем. Представите. Да. И это действительно удивляет. И это очень интересно смотреть на то, как наши участники смотрят на город, как они используют инструменты видео. Это такой образ города, который... Он именно как образ, то есть восприятие. И, зная, что эти люди живут здесь, это более тонкое такое восприятие, то есть вот город, в котором ты живёшь, в котором ты постоянно находишься. Это очень сложно на самом деле посмотреть, потому что мы привыкаем здесь находиться, мы привыкаем это всё видеть. Для нас это обычные вещи. И постараться как-то отстраниться и сделать из этого привычного пространства какой-то новый взгляд на это показать, чтобы нам же самим здесь же живущим, для которых тоже всё это обычно, вдруг показалось, что это что-то интересное, буквально до мурашек, что-то общее уловить. Это очень здорово, что это получается, и мы очень рады, что у нас проект идёт и получается даже лучше, чем... И развивается, и даже неожиданно вас удивляет. Дарья Ткачёва, Антонио Джеуза. Сейчас реклама, две минуты, и мы вернёмся. Мы продолжаем. В нашей студии Антонио Джеуза, исследователь российского видеоарта Дарья Ткачёва, руководитель проекта «Город в движении». Как раз про проект мы говорим. Буквально ещё, вот минуточка, небольшой вопрос мой по поводу участников вашей творческой лаборатории, к которой всё ещё можно присоединиться, да? Давайте напомним, вот это всё-таки люди больше молодые или это люди разного возраста? Люди разного возраста, но большей части, конечно, студенты. Вообще вот видео, как искусство, наверное, это всё-таки вот молодёжь больше интересует людей, которые живут в интернете, выкладывают ролики в сеть, на YouTube, там, в социальные сети, ещё куда-то, Антонио. Или это не так? Понимаете, мы говорим сейчас о помещении современного искусства. Интернет – это только место, где можно ознакомиться с искусством. То есть, вкладывая в интернете, они делают, что это искусство. Понимаете, интернет-арта совершенно другая форма. Другая форма. Есть, разумеется, интернет-арта очень важна даже для нас. Но всё-таки, что видео существует в сети, это не делает из этого искусства. А важно – это помещение современного искусства. Да, много молодых художников занимаются видеоартом, но тоже есть, если мы думаем о России, например, первая работа была в 1985-м году. И художник был уже взрослым, это Андрей Волошвийский. Во времена Советского Союза это ещё было даже, да? Да, да, да. То есть, он был уже взрослым, когда это снимал. Это Андрей Монастерский, это наше всё, в принципе, в современной искусстве, который первый сделал видеоработу. Тоже первая работа историческая. Считается тоже «Нан Джун Пайк». Идут споры. Может быть, даже Энди Уоррл, они уже были взрослыми, когда нажали на кнопку и сделали первую видеоработу. Поэтому важно здесь, что это начало с художниками, то есть, которые уже были художниками, которые уже были, можно сказать, известными, которые уже приняли как художники, и поэтому развивали. О, новые инструменты, можно что-то нового делать. То есть, они своим именем, получается, продвигали новые направления, да? Они видели в инструменте новые возможности. То есть они поняли, что я могу что-то новое рассказать сейчас и делать видеоработу. Но я акцент на то, что это решил художник. А не человек, который из улицы делает хом-видео, а потом стал произведением искусства. То есть уже художник это сделал. Повторяю тысячу раз, только художник может делать искусство. Да, человек может стать художником, но это процесс непростой и длинный. То есть сразу не получится снять? Получится, что любопитно. Но если не развиваешь всё это... То есть, понимаете, одна работа — это одна ласточка. Даже если она успешная? Успешная тоже. Что значит успешная? Я понимаю, что человек-художник, когда я вижу пять работ. То есть есть потенциал. Работа с Маладимовым, Дарья, тоже есть опыт. Есть много энтузиазм, есть потенциал. Есть идеи, энергия, наивность — это плюсы. Но подождём. Понимаете? Это всё-таки... Я могу сбать этому человеку художника, когда есть уже несколько работ, и пока доказал... Он должен подтвердить. Да. Он должен подтвердить. Вы понимаете, это тоже... Да, это как профессия. В любом профессии это и так. То есть ты врач, потому что 6 лет, если не больше ты в университете уже, а не просто так, ну, одна лекция, и давай, иди. Раз и художник, да. Вот, это тоже... Просто с из кузова все принимают, принимают это такое легко, и достаточно иметь оригинальные идеи, и ты уже художник, ну, знаете. Это действительно, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что именно с молодыми ребятами, с молодыми художниками, в этом отношении сложно понять, потому что надо действительно время и посмотреть в перспективе, как это развивается. То есть человек либо, может быть, найти какое-то удачное, как бы, да, вот это оригинальное какое-то свое видео сделать, да, и всё. И то есть дальше либо вот он постоянно повторяет, повторяет, найденную какую-то фишку, его где-то берут, где-то показывают, где-то вроде как вот у него много-много-много всего, но никакого развития, никаких-то новых решений, никакого-то вот процесса внутри, внутреннего своего авторского художства не происходит. Ещё важный, я хотела добавить важный момент, чтобы вы поняли правильно. Мы, те люди, которые поддерживаем это, мы здесь, чтобы помочь, чтобы эти люди по дороге не потерялись. Я ни в коем случае не думаю, что ваши задачи критиковать, и как раз отбрасывать. То есть, смотрите, вот наш проект, когда мы делаем, да, то есть мы все участники понимаем, в принципе, что мы, у нас, скажем так, мы не претендуем на то, что работы, которые сделают наши участники, это прям будет всё произведение искусства. Шедевр. Шедевр, да. То есть люди вот вчера взяли камеру, да, когда-то они там танцевали, то есть у нас среди участников много тех, у кого такой хореографический бэкграунд какой-то, да, вот они пошли и сделали работу в жанре видеотанца. Мы допускаем, что это может быть очень интересное высказывание. То есть для нас важнее, что это будет некая попытка... Эксперимента образного высказывания, образного на языке художественном про свой город, про свою территорию, про своё какое-то переживание. Возможно, кто-то из них начнёт какое-то развитие в эту сторону. Заинтересуется, начнёт развиваться. И никто не скучает, что когда-то этого что-то... Но мы изначально понимаем, что сейчас в рамках этого проекта произведение искусства во всяком широком смысле, высоком смысле слова создать невозможно. То есть такой задачи не стоит. Стоит задача познакомиться и заинтересоваться. Да, это такой эксперимент. Хорошо. Ещё один проект, о котором мы, конечно же, должны успеть поговорить, это проект «Не Москва», в котором и Дарья, и Антонио принимают участие. Можем ли мы рассказать про него? Ну, у нас есть пять минут, поэтому название громко «Не Москва», связанное, я так понимаю, будет с провинциальной, региональной Россией, да, проект... Нет, сейчас и Россию. С Россией, не только с Россией. Ну, это с Россией связано. Я могу начать говорить о проект региональный директ агентств в составе РОЗИЗО и руководителя проекта Алиса Прудникова. Действительно, я очень рад, что я тоже в команде, потому что даёт мне возможность ознакомиться ближе с художниками, которые живут в разных регионах Российской Федерации. И главный целый проект – это именно, во-первых, создавать большую сеть контактов, чтобы люди, которые живут в регионах, могли это использовать. То есть это не такой колониальный поход, из Москвы приезжают кураторы, смотрят, что здесь происходит, выбираем это, это, это. Здесь поключены люди, которые хорошо знают регионы, хорошо знают территорию. Их экспертиз – это необходимое, очень важно. То есть они работают в проекте, как фильтры, да, потому что хорошо знают территорию. И тоже мост с художниками, чтобы создавать такой большой, активной платформы, где потом можно там и выставки организовать, и тексты, возможно, для нас ещё важно развитие теории. Потому что, понимаете, самая большая проблема, особенно сегодня, что искусство развивается без поддержки от теории, от теории искусства. То есть обычно художники делают, но потом всё, даже критиков очень мало. То есть художников не очень много, но критиков совсем. Поэтому мы хотим, чтобы именно создавать такую солидную базу, чтобы искусство развитало в регионах. Очень много, особенно молодых художников, они понимают, что у них нет возможности в городе развиваться, в городе делать проект. Очень многие уезжают. Да, потому что они хотят именно работать, они хотят делать искусство. А проект «Не Москва» – это попытка создавать этот сет, но анализировать материал, который есть. То есть главное здесь ещё исторический контекст. То есть изучать территорию не только сегодня, что последний год было, а история территории. Очень любопытно, потому что в Арсении ровно есть города, как Екатеринбург, например, где уже 50 лет есть движение соемного искусства. Есть города, где 10 лет, где 3 года. А наоборот, здесь много новых имён. Я считаю лично, даже как инастасия могла сказать, что это золото России. Реально, соемного искусства. Из регионов это... Потому что есть энергия, а много чего сделано без никаких цел, понимая, участвовать в этом свете. Уже гипер... Какая структура, какая-то в себе налив, всё это сделано вне этого, а искусство ради искусства. Вот я так могу сформулировать, в смысле, что художники делают ради искусства. Очень много энергии. Видишь, очень неровные даже работы иногда. То есть совсем другие правила. есть художники жил бы в Москве, где есть больше возможностей показать и делать искусство. Это большие ресурсы, поэтому у нас есть большая команда людей, которые именно изучают территорию. Ну, опять повторяю, не колониальный поход, а вместе с людьми, которые живут и хорошо знают определённую территорию. Ну, я так понимаю, что вот эта вот общая база, которая в итоге будет создана через сколько-то лет, да, она ведь позволит, наверное, одному региону с другим регионом как-то пересекаться, перетекать друг в друга, художники будут обмениваться её опытом и ездить. Все-таки связи, да, укрепят. Антонио Джеуза, Дарья Ткачёва были у нас в гостях. Антонио, я напомню, исследователь российского видеоарта. И сегодня этой теме будет посвящена лекция в 7 часов вечера в корпусе инженериум Вятского государственного университета. Антонио всех кировчан приглашает. Всем, кому жанр интересен, пожалуйста, приходите. Ну, а завтра будет разбор работ участников проекта «Города в движении». Я благодарю наших гостей. Мы с ними прощаемся. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин